добрый день уважаемые зрители добро пожаловать обратно в дайсон сфер программ где мы строим империю энергетическую в отличие от империи других видов которых мы строим в других так папа маху тюрю 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 как бы нам это все организовать темный туман атакует на этой планете нет на другой планете или на этой родина это ему здесь уже пять бас было же 4 да насколько я помню или три вообще раз два три 4 4 я вижу 1 2 3 4 наша защита пока справляется по-хорошему и все равно нужно увеличить так 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 релеза нам нужно подвести побольше так так там строим строя энергия так вот прикрыты прикрыты хорошо готова вперед это будет наша вторая цепочка по производству железа так третью наверное пока еще рано строить нам так много железа пока и не нужно будет магнита мы сюда все равно вместить не сможем в эту станцию пока что в этом смысла особого нет требует ремонта не ремонтируется у нас здесь нету эта база не дотягивается до что так мы могли еще и друг друга ремонтировать и электричество так и здесь мы что-то полезное есть забираем загружаем уголь 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 что мы теперь будем делать с углем здесь не нужно то мы теперь будем делать с углем на этой планете говоря даже пока не знаю мы пока не организовали доставку сюда ракет и не организовали плавку кремния так тут я собирался медь плавить но у нас медь в принципе есть здесь но можно еще одну линию кремния и еще отдельно линию крик кремния хорошо кремния у нас где-то дальше был так задать рецепт не кремния а медь не попасть по сигнальной башне снабдить электричеством ракеты летают пользу приносят так а это башня у нас тоже не попадает вроде не попадает а юрий чинит хорошо кремния она не накрывает но накрывает камни железо часть титана вот так и здесь надо добавить будет еще одну базу анализа она их ремонтировала так теперь добавляем кремний кремния 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 у нас как половится 2 секунды 2 штуки окей нам нужно 4 так да что такое так 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 6 назад 6 6 6 6 и 6 хорошо конвейеры так и куда же нам нужно их подвести примерно где-то здесь электричество не забываем добавлять оп 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 и оп и понеслась так тык 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 им не умс умс так но кстати боты с этих с баз помогают нам 1 и 2 рецепт не поставил перемней переплавка и на выходе так 1 2 секунды и спиди нам первого уровня конвейера хватит на обе балансир на всякий случай поставим вообще по идее скорость должна позволять проходить им без проблем так надо отвлечься и тыдет им продолжаем вроде справляется то что здесь небольшой за бэклок от и излишек да это из-за того что конвейер и построились чуть позже по сравнению с тем как тут появилась как печи начали плавить вот вроде все успевает пройти электричество хватает такс пум-пум-пум-пум что нам тут еще нужно я думаю нужно ли нам сейчас в данный момент еще что-то тут готовить или мы можем продолжить дальше и наверное 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 на этом все подготовительный этап завершён нам единственно что нужно сделать это направить сюда ракеты чтобы сюда не поступали и наверное мы немножко увеличим количество пусковых установок то их тут маловато здание уничтожено где нашу шахту ну пу 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 вот это хреново надо нам чуть отодвинуть границу когда мы начинаем атака ну да атаковать врага чтобы она чтобы они не долетали до наших так 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 и вот здесь вот будем их тогда перехватывать и опять таки ставим если мы их будем перехватывать здесь хотя хрен знает лучше иметь базу и тут тоже нежелательно чтобы они доходили до буровых установок двигатели это хорошо это значит мы можем сделать ассортировщики второго уровня так что там еще было вот кремний железо ой кремний сталь топливо хорошо ой не сталь а титан медь тут уже заполнена до максимума я обычно ставлю ограничения меньше максимума да то есть если максимум у нас доступно это 10 тысяч то я ставлю ограничения где-то в 9 по той простой причине если вдруг мне нужно будет освободить свой инвентарь да что-то лишнее сбросить а здесь уже максимальные 10 тысяч присутствует то я не смогу это сбросить а если бы было максимум стояло 9 тысяч то я бы смог вот это медь сюда отправить без всяких проблем ну уж как есть так да теперь мы их останавливаем до того как они придут к нам хорошо электричество нормально титан у нас есть кремний есть даже медь мы добавили и железо мы добавили так что в этом плане все хорошо можно теоретически сделать кремния и побольше но я думаю что на данном этапе игры нам этого будет достаточно так 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 наверное нужно вернуться на нашу первую планету и больше кораблей и логистических станций построить но сначала нужно закончить с ракетами да я тут забыл пум-пум-пум-пум-пум-пум так так и конвейер от первой до последней да здесь здесь ракеты идут пум-пум-пум-пум-пум конвейер наверное мы увеличим до второго уровня то есть если нажать shift то улучшается протяженность конвейера единственное что он все равно имеет ограничения по радиусу улучшения то есть его нельзя нельзя сразу улучшить а конвейер во всех вокруг всей планеты то есть так как у наших ботов есть ограничения радиус ограниченный в пределах которого они действуют точно так же и улучшения имеют ограниченный радиус действия так 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 здесь все зеленое 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 зелененькое здесь вроде тоже все так где-то закончились где-то жилы иссякла интересно сейчас посмотрим потому что это наверное на первой планете какая-нибудь одна из первых наших жил так 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 исследования продолжаются ну вот этого количества ракет я надеюсь нам хватит ракетных установок 27 ну если вдруг не хватит то вернемся и все исправим пока что давайте загрузимся кремнием и возьмем титан и отправимся на нашу ой блин опять я забыл сначала надо задавать направление движения потом уже потом уже поднимать титан индикатор о титан весь собрали это хорошо все кремнии заберем топливо заберем топливо заберем двигатели некуда положить кто сказал я такого не говорил так берем титан и полетели ну в данном в данном случае не самая ближняя дорога почти одну астрономическую единицу лететь кстати вот этот то экранчик не переведен надо будет сообщить переводчику да и название планет тоже было бы неплохо перевести я не знаю не может быть как-то генерятся рандомно вряд ли скорее всего есть какой-то список так так темный туман начинает штурм уже 72 две цели это на 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 второй на лавовой планете что-то они там повредили минерал истощен посмотрим что у нас тут иссекает а вон вижу иконку сбоку сбоку так смотрим где наш штаб и летим туда а кстати зачем у нас же есть возможность взаимодействия с на расстоянии и куда я их еще скидывал вот сюда оп также мы здесь начинаем принимать ракеты местное местный спрос пятьсот ракет и кремнии распределить сюда удаленная доставка все куда мне нужно прибыть куда-нибудь вот сюда так мы сейчас вручную ничего не делаем это мы сейчас исправим во-первых нет давайте сначала мы ракеты направим туда то там очень активно мы сражаемся и ракет может нам не хватить так ракеты у нас вот здесь накапливаются так тогда мы здесь поставим такую же конструкцию но на запрос ракет ракеты ракеты так и и и полностью снабжаем дронами вот так много нам здесь не надо они будут накапливаться в логистической станции поэтому здесь одной ячейки достаточно так 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 ну один корабль с ракетами уже улетел хорошо интересно корабли которые сюда прилетают с грузом с той планеты они могут разгрузиться и тут же загрузиться другим грузом или они делают только односторонний односторонний доставки кстати хороший вопрос никогда за этим не наблюдал так 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 ну у нас полно этих фиолетовых как они называются контейнеры частиц вот это очень хорошо титановые сплавы тоже двигатели и корабли так кораблей чего-то не хватает титанового сплава я его не включил что и раздачу вернее запрос я включил раздачу вместо запроса но бывает давайте мы вам поможем так избавляемся от угля так избавиться надо от этих пластин вернее микросхем вернее микро как они микрокристаллические компоненты да так медь нам тоже не нужна ну по пупом уголь уголь мы используем в качестве топлива периодически так вот горючий компонент мне точно не нужен на себе вот он тут производится а куда он мы его нигде не собираем что ли ну ладно вот вот теперь пошла пошел процесс так 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 15 кораблей уже подняли давайте сразу заправим вот эту станцию вон они все сразу активно идут в дело супер так давайте мы не будем здесь скапливать так много титана одновременно нам это сейчас ни к чему и кремния тоже можно даже поменять ну да нет давайте 4000 ограничим у нас пока нет таких производств чтобы требовать его в бесконечных масштабах позже будет но на данный момент нет так у нас автоматизированы корабли но у нас не автоматизированы дроны и так и станции наверное тоже да да у нас вообще из станки за а из зданий у нас автоматизированы только конвейеры первого уровня и сортировщики первого уровня мммм ммм 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 я думаю что как минимум сортировщики второго уровня мы можем автоматизировать и конвейеры второго уровня третьего наверное пока рано блин ну все равно это проще сделать когда у нас будут планетарные транспортные системы давайте мы сначала их автоматизируем а потом уже все остальное значит смотрим что нам для этого нужно для этого нам нужна сталь титан процессоры и контейнеры частиц мы сначала несколько сделаем вручную чтобы их использовать уже по полной программе так сталь ой да сталь процессоры где-то у нас были это здесь были вот процессоры у нас не так что супер много так процессоры есть контейнеры частиц и титан контейнеры частиц и титан вперед шесть штук мы сделаем да я думаю на первом этапе нам этого хватит хотя можно добавить еще нам только процессор нужно подобрать давайте проверим что процессоры нужны ли для дронов а то я не помню тогда сначала дроны для дронов нам нужны двигатели и железо железо без проблем двигатели нужно пока сделать вручную что нам нужно для двигателей сталь и медь медь мы только что выложили туда дроны 41 дрон давайте немножко еще добавим так 40 59 окей 59 пока что достаточно потом этот процесс автоматизируем так и планетарные транспортные станции мы уже построили хорошо значит что мы будем делать мы будем автоматизировать производство дронов в первую очередь станции мы пока мы все что можем строить вручную их нужно не так много по сравнению с количеством необходимых дронов нам для дронов нужны двигатели процессоры и медь ой и железо хорошо давайте мы найдем место где мы будем строиться ну видимо вот здесь так 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 давайте вот этот залип мы уберем отсюда он нам тут не нужен так 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 давайте вот этот залип мы уберем отсюда покрасим весь мир в асфальт да можно в принципе прямо до туда до конца дойти до как хорошо что у нас есть темный туман который дарит нам столько почвы полторы миллиона ужас накопилось до темного тумана блин накопить почву был иногда очень проблематично тут вода 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 тут вода все ну что ж приступаем значит нам нужны нам нужны три входа один выход у нас этот шаблон есть 304 пока что используем этот о медис исчерпана кстати да мы же так и не посмотрели где у нас там чё с медью но до эффективность их будет падать постепенно по мере истощения здесь откаталась всего 145 тысяч меди но мы медь можем запросить а кстати и железо мы тоже можем запросить я совсем забыл про это давайте добавим их сразу сюда так местное снабжение удаленный спрос очень хорошо так и и и и технологии логист двигатель космический двигатель космического судна скорость плюс 20 процентов скорость полета транспортных дронов плюс 10 процентов скорости полета транспортных дронов ну одно из них это транспортные корабли это тоже надо переводчику скинуть космические суда а нет значит здесь сначала идут боты потом уже боты дроны и космические суда грузоподъемность космического судна вместимость транспортного дрона плюс 1 плюс 5 грузоподъемности транспортных тронов здесь тоже не дроны а боты первые потом дроны потом космические суда добавить 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 вместимость нам нужно корабли наши побольше сразу приносили нам груза передавайте поставим нашу первую планетарную транспортную логистическую 3 как он планетарный транспортная станция птс по-английски они плавают логистические станции плс и и лс птс и мтс значит их нельзя оставить слишком слишком близко к другим транспортным станциям в частности у межпланетных большой радиус у планетных чуть поменьше радиус которым они друг другу мешают поэтому вот надо подбирать место где их можно разместить так ну и собственно давайте просмотрим 4 секунды максимум что нам нужно 5 железа исследование завершено на одну клетку подальше поставить чтобы конвейер можно было сюда завести конвейер мы отправляем сюда первый выход будет сюда второй выход будет сюда третий выход будет сюда так и продлить эти конвейер и нам нужно еще два таких разместить 2 сборщика лишь не убираем электричество сюда и сюда а ну и собственно сам логистический хаб надо снабдить электричеством тут также мы ставим максимальную загрузку дронов сразу нам не надо по блин по 10 единиц таскать супер много дронов пока не будем заряжать десяточки пока хватит вот сюда и смотрим чего нам нужно больше всего железо потом процессоры и двигатели железо процессоры двигатели двигатели будем хранить по 200 запрашивать сюда процессоров давайте тоже по 200 и железо по 500 ну вот железо у нас уже есть в этом межзвездной транспортной станции не межзвездной межпланетная она все-таки она может летать и между звездами между звездами но а старым основная задача это между планетами планетарная транспортировка 34 метра как же далеко было лететь так остальных элементов у нас пока нет мы будем все постепенно добавлять сейчас мы будем всю эту цепочку выстраивать значит процессоров нет и нет двигателей окей для процессоров нам нужны микросхемы и микрокристаллические компоненты не вопрос 206 так стоп сначала нужно посмотреть куда он влезет вот но мы видим да что вот между межпланетной логистической станции и другой планетный или межпланетный большое расстояние а между двумя планетными станциями расстояние уже не такое большое так и теперь мы можем разместить это очень близко мне так не нравится что они так прям вплотную прилегают чуть подальше отойти отступить так здесь мы будем собирать процессоры процессоры вот папа папам выход 1 так конвейер развернуть вот выход 2 мне не нравится что он так близко что они не на одном гриде находят ну они не совпадают немножко неправильно было хорошо что заметил а то опять бы недополучили наших товаров 6 вот теперь они совпадают вот теперь они совпадают и ставим что мы где выгружаем было сразу понятно когда если чего-то не хватает то в глядя на контейнер на конвейер мы сразу можем сказать чего нам не хватает так ускорители здесь у нас будет этот самый дрон здесь у нас будет стоп чуть не забыл продукт добавить тысячу дронов мы хотим иметь в запасе на данный момент так здесь у нас продукт это процессор для него нам нужна микросхема и микрокристаллический компонент микросхема микрокристаллический компонент и процессор процессоров будем хранить 2000 компонентов нужно по 2 каждые 3 секунды 200 штук нам более чем достаточно здесь будет требовать требовать поставлять требует требовать поставлять а и максимальная загрузка 100 минимальная загрузка 100 процентов энергия вот с энергии опять уже не очень хорошо значит нам нужно расширить наш энергоблок особенно когда эти сборщики еще и заработают в полную силу ух будет есть сколько есть фундамент есть так и где мы его разместим если поближе то можно здесь фундамент покрыть если не принадлежатся к этому то можно вот сюда вывести так а у нас здесь не ничего не прикрыто нашими этими башнями пока у нас одна база на планете это не так страшно когда их будет несколько то это может плохо кончится предусмотреть так и нам нужно две очереди на плавку и и хранилище и еще два с вами блока энергетического энергоблока и 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 это нам вообще не надо так и еще один раз подальше да сейчас добавим выход выход у нас вот здесь 1 это 2 излишки собираем загружаем загружаем слишком далеко ну ладно сейчас подойдем поближе сделаем пока здесь закончим так значит этот конвейер развернуть излишки убрать развернуть так так они в таком большом количестве нам не надо здесь собирать топлив-то зачем в бесконечность собирается бесконечно нам не надо так но и осталось подвести собственно уголь так вот сюда ты соответственно сюда электричество там забыл сделать этот конвейер сюда и здесь я не поставил две последние ТЭЦ слишком близко не понял железо закончилось где-то здесь а мы постановимся ближе к полюсу и поэтому он тут начинает выделываться ммм ммм о теперь дает стоп а здесь что нету слишком близко Слишком близко. Как же тогда сделать? Это всё мы сместить не сможем. Значит, надо сюда. Значит, надо вот так сделать. Только сначала нужно от воды избавиться. Так. Конвейер еще надо добавить. Так, тут все конвейеры присутствуют, тут все конвейеры присутствуют. Окей. Осталось подключить уголь. О, здание уничтожено. Это где? Где там здание уничтожено? Здесь что ли? Если они смогли всё-таки сломать эту башню. О, сколько здесь скопилось нашего топлива. Таким успехом нам уголь-то и не нужен. Давайте мы его сбросим. Раз у нас так много топлива с темного тумана, то зачем нам уголь? Так. Так, так, так. Проверяем, что здесь всё работает. Что я нигде не накосячил, ничего не перепутал. Так, топливо производится и поступает в энергоблок. Кстати, возможно, что здание у нас как раз уничтожили из-за того, что нам не хватало электричества. Напоминаю, что при работе активной турели они тратят и дополнительное электричество. Так что вполне возможно и такой вариант. Так, вроде бы всё нормально. Сейчас только надо дождаться, когда все эти сразу зарядятся. Но зачем ждать, если можно просто им помочь. Всё. Да, запас не такой большой с учётом риска, что нам нужно защищаться, то по-хорошему нужно дополнительно ставить. А я, кстати, обратил внимание сейчас, что вот здесь из-за того, что мы сразу два блока снабжаем, то они быстрее начинали работать, чем вот эти вот. Потому что здесь не успевают проходить до второго, до второй части, пока эти все не заправятся. Потому что вот такое расположение больше имеет смысла. Можно даже... Можно сделать блок двигателя... Блок ТЭЦ. Сплавильня. Блок ТЭЦ. И посередине между ними распределитель. Хорошая мысль. Так, но нам нужно больше угля, чтобы нам снабжать это всё дело электричеством. На данный момент. Следование. Окей. Так, ну вот у нас есть уголь. Много у нас вообще углян осталось на этой планете? Но ещё прилично. Пока что нам должно хватить. Так, теперь мы можем скопировать вот эту вот конструкцию. И вставить её пару раз. Потом просто поменять наполнители. И я забыл здесь улучшить до второго уровня. Блин, а я ещё и конвейеры сейчас улучшил. Ну ладно, фиг с ним. Не принципиально. Здесь нам нужны будут, соответственно, микросхемы. А там у нас будут, соответственно, микрокристаллические компоненты. Меняем значки. Микросхемы у нас состоят из железа и меди. И, соответственно, мы меняем вот здесь настройки. Железо, медь, микрочипы. Давайте микрочипов будем хранить 2000. Меди мы запросим 200, железо 400. Ну и то и другое у нас должно уже присутствовать. Вот здесь. Единственное, что надо добавить сюда дрону. Давайте 15 штук. Оп. Точно так же меняем здесь микрокристаллический компонент, который состоит из меди и кремния. Соответственно, кремний и медь. Удалить, 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 удалить. Удалить, удалить. Удалить, удалить. Кремний, медь, микрокристаллический компонент. два к одному то бишь 400 и 200 2000 компонентов и зарядить дронами готово требовать и как так как я копировал эти башни планетарные транспортные системы то настройки по количеству загрузки дронами сохранились хорошо у нас остается то бишь мы решили первую проблему мы сделали цепочку по производству процессоров следующее что нам нужно это двигатели ускорители пока что вот у нас да получается такие промежутки между этими зданиями теоретически мы можем по несколько таких очередей добавлять но на данном этапе в этом нет особого смысла это вот этой производительности нам пока что будет достаточно потом когда мы уже полностью все автоматизируем когда у нас будет много энергии будет много доступных ресурсов тогда мы будем добавлять это потребление этих предметов вырастет то будем увеличивать пока что нам этого достаточно будет так так миниатюрная термоядерная энергия так давайте добавим в очередь исследований оптимизация добычи так кто там звонит так на чем мы остановились на двигателях ускорителях вернее второго уровня нам нужны турбины турбины если у нас еще запас турбины ли мы все израсходовали вот они небольшой запасе есть шестеренки кончились зачем нам шестеренки а это он начал с нуля их делать не с нуля нам не надо нашу вот есть запас остальные турбины тогда можно будет вернуть обратно у нас хранились пору шечну темный туман нападает здесь мы его естественно перебили когда есть запас электричества это не проблема но правда запас то такой уж прям запас запас не такой чтоб прям запас да давайте посмотрим где мы еще что можем сделать уголь уголь да уголь и и и и что у нас с нефтью он нефть как раз стоит во мы сейчас на нефти сделаем пока мы ее не расходуем мы сделаем нефтяную так у нас она одна осталась нам надо собрать кирпич и магнитная катушка пить стеренки есть железо пока нам этого наверно хватит можно еще пускай будет стереночек еще немножечко окей так где там нашим нефть вот тут так а нефть у нас четыре с половиной мега джоуля уголь 675 то есть она менее эффективная чем уголь энергетический графит ну посмотрим то есть насколько его хватит так 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 слишком близко сделаем по другому как так 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 и а загружаем звуковой ракетный комплекс а кстати так и не добавил туда не дополнил очередь все здесь можно еще один двигатель и диапазон распределения тоже добавим так 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 урон взрывного оружия так один попробуем добавить даме но и за смещение грита здесь может не получиться вообще не попадает ну хотя бы один здесь будет окей мы потребление получается чуть больше чем того того что мы производим сейчас здесь на нефти так а в другом месте где у нас там была нефть вместимость транспортного дрона здесь тоже проблемы с хранением нефти из-за этого у нас кстати вставал тормознулась наша наука так ну во первых здесь нужно второе уровень у меня нету баков точно нету нету стекло и железо стекло и железо кирпич супер много нам их не надо сколько-то штук мы сделаем здесь можем третий и даже четвертый уровень установить а вот здесь не можем потому что мешается сигнальная башня но ничего страшного так 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 значит что нефть у нас скапливается давайте мы ее здесь тогда тоже будем тратить здесь мы влезем нет о мы можем вот здесь поместиться это уничтожено так 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 а а а а а а а а но здесь медь о нефть поступает не так быстро то есть нам может ее не хватит на полноценный энерго блок Мы можем ее зациклить. Не вопрос. Здесь мы сможем в этот попасть. Нет, мы можем сделать вот так. Зайти в распределитель под таким углом нельзя, а выйти из него можно. Поэтому мы сначала из него выходим, а потом разворачиваем и подключаемся сюда. Хотя не-не-не-не, стоп. Неправильно. До этого было правильно. Нам не нужно... Нам не нужно, чтобы этот попадал в этот, в балансир. Он должен излишних только сбрасывать сюда. М-м-м-м-м-м. Наверное, вообще надо наоборот сделать. Не нужно его туда сбрасывать. Эть. Эть. Кромах. Конвейер убираем. Вот. И тогда мы берем нефть уже из стерн. Весь все наши излишки. Так. Лишнее убираем. Хорошо. Ну, 60 мегаватт теперь есть в пас. Хорошо. Хоть какой-то. Так. Здесь расход идет. Да. Здесь уровень снижается. Но я здесь поставил не 8, а 11 этих. М-м-м-м-м-м-м. М-м-м-м-м-м. М-м-м-м. Моцар валяется. Давайте слетаем, посмотрим, что там вообще хранится у нас. Наверняка куча всего интересного. Так. Водород нам не надо. Хотя водород у нас пока не так много производится. Можно оставить. Но он тут будет все забивать. Нет. Не надо. мы заберем водород заберем титан и сделаем из них титановые топливные элементы не титановые водородные топливные элементы так кремний турбины топлива хороший тут запасец всего заберем еще раз обратно все это разместим там где нам это нужно кремний и титан сюда кстати там я еще часть сюда скидывал давайте мы тоже заберем и правим туда титановые кристаллы можно сбросить в науку водород тоже можно сбросить в науку так турбина это мы пока оставим пока паска все валяется у нас не хватает титановых кристаллов пока что и водорода у нас не то чтобы было супер много титановые кристаллы у нас полностью загружены относительно входящих элементов но просто их мало производится первых нужно повысить уровень самих сборщиков а во вторых нужно посмотреть на часы вспомнить что ты уже больше часа записывать блин как как мне нравится эта игра давайте мы повысим еще сборщики боеприпасов пока я не закончил этот эпизод и наверно вас припаркуюсь вот здесь чтобы помнить что я буду делать то мне надо делать а чего ничего не делаете потому что выходы не настроены а ю мать был после того как скопировал до нужно и поменял товары нужно заново настроить выходы все вот теперь вы будете работать так а здесь настроена и там тоже настроена хорошо я припаркуюсь вот здесь чтобы напомнить себе что нужно дальше автоматизировать этот процесс спасибо за просмотр за немножко затянувшегося эпизода увидимся в следующий раз